За окном не всегда будет плюс 30. Уже сегодня, отмечает Анатолий Пахомов, проблемы, выявленные инспекторами Ростехнадзора, должны быть устранены. Паспорт готовности к зиме подписывается 1 ноября, но некоторые теплопринимающие объекты в соответствии со 103 приказом Министерства энергетики должны быть сданы в эксплуатацию уже 15 сентября. А недочеты контролеры обнаружили как в жилых многоквартирных домах, так и в нескольких детских садах. Я хочу получить от вас и объективную информацию о реальном положении дел во всех наших четырех районах. Мне нужна объективная и правдивая картина. Лучше вовремя, сейчас есть время, выделим деньги и решим эту проблему. То положение дел, которое было у нас 5 лет, когда 60 домов не обтапливалось многоквартирных, и нам говорили, да ничего, они же все время там, они вроде того, что от электричества нагреваются. Такого у нас не должно быть. Время для подготовки есть. Важно не быть равнодушными и безответственными, обращается мэр к коммунальщикам, председателям ТОСов, а также главам районов. В городе современная инфраструктура, но ее правильная эксплуатация зависит от человеческого фактора. Что касается РЭО, то слабых заменят на более эффективные компании. В соответствии со 103 приказом Министерства энергетики, значит, у нас теплопроизводящие предприятия, или, скажем так, котельные, теплогенерация, должна быть сдана к 1 ноября. Поэтому, значит, время здесь еще есть. По котельным у нас тоже очень высокий процент готовности, но есть котельные, которые пока еще не готовы. Это в основном ведомственные котельные. Я не вижу этого риска, хотя замечания есть, но риска я здесь не вижу. Теплосетям проблемы котельных необходимо решить до 1 октября, а схему теплоснабжения подготовить к концу следующего месяца. Это будет подвергнуто огромному контролю. Во время запуска будут работать группы народного контроля. Это бывшие сотрудники департаментов, отделов ЖКХ. Это будут председатели ТОСов. Помимо нормативных документов, город к осенне-зимнему периоду готовится и в соответствии с постановлением губернатора края. Здесь акцент на состояние кровли и остекление подъездов. Ну а паспорт готовности должен быть подписан 1 ноября. Сам же отопительный сезон на курорте стартует 15 ноября. Инга Габейшия, Николай Тихонов, телекомпания ФПТ.